Я спою свои песенки, которые были навилены творчеством Великого Галича. В то время вдруг в недрах комитета родилась такая блестящая мысль, что вся рок-музыка и вся эта хрень – это все идеологическая диверсия. И образовался целый штат сотрудников, которые приглашали на беседы и прочие. И вот песня на эту тему у меня родилась, она так и называется «Идиодиверсант». Проснулся утром я с похмелья, Глазами поискал стакан. Вдруг осознал я правду и насилия, Что я идейный диверсант. Ведь на дождь тренкал на гитаре, Покрейный пин и водку иногда. И вдруг такое наказание, И вдруг такая вот беда, А тут еще приносит мне по лесточку, Вручают, просят подписать. Друзья, пошлите маме в лесточку, Что делать мне? Куда бежать? Бежать-то некуда. Вот лейтенант сидит напротив строгой весь, Ну полон просто воплощение проводы, И разъясняет терпеливо мне Мои кровольные мечты. Да твои же, говорит, лихие песновения, Это что только все для спекулянтов и болевых. Давно глядим с недоумением, Как хулиганишь ты со сцены. Не понимаешь ты, дубина, Истории ответственный момент. А также, извини, с этого портвейна, Давно уж стал ты полный импотент. У нас тут сведения, Хочу сказать тебе по-дружески, Я сам когда-то баловал стишком, Исправь свое идейное убожество, И стать скорее нормальным мужиком. Ну а осмелишься озлушаться, Тогда пеняй собой себя Про разные там, про наши ужасы. Ты чай сам слышал, и не зря. И я послушался товарища, Забыл гитару и вино. По воскресеньям на бульвар я Теперь играю в домино. Давно приглядываясь к парню я, С гитарой ходит он, и вечно пья. Пойду и доложусь, товарищи, Вдруг он идейный диверсант. Серый-серый человек Смотрит за нами Серый-серый человек С пустыми глазами Зачем ты смотришь на нас, Серый человек Зачем наши глаза Твоим пустым глазам Серый-серый человек Следит за нами Серый-серый человек С липкими руками Зачем ты за нами следишь, Серый человек Зачем наши руки По одним липким рукам Серый-серый человек Серый-серый человек Серый-серый человек А все это почему-то актуально до сих пор. Это все написано буквально в начале 80-х. Я снова разбужен дворниками. Лопаты скребут по мозгам. Всю ночь на меня без намордника Кидался какой-то хам. И я выхожу в этот город. Лежит он, как пьяный в снегу. С работы усталые воры Бредут в предрассылную мглу. Слово либерти, да, свобода. Свобода – это человек, который любит свободу. Кажется, не так много любит народу свободу. Вот раньше интеллигент был, да? Вот сейчас либерал. Вот такая песенка. Стань передо мной, как аист перед роялем. Сыграй на мне грузинский рок-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А запалевший член, подвижен лод сеченью, Его ведь кто-то должен отсекать. Стань, как Сталик! Стань, как Сталик! А что? Усатый и мудрый дедушка Любимец всех шоферов Грузинских, как кроинских, понимал? Цвела страна великая, под его худых зорок Он лишние ветки подрезал. Ставь, как Сталин! Ставь, как Сталин! И в наши дни анархии сплошном опытнодумства Нам снова нужен опытный грузитель, Да-да-да-да! Который острым скальпелем Излечит все безумства Вернет в стране спасительный режим! Ставь, как Сталин! Йо-да-по-бь, я-кодай, ежовый период! Ставь, как Сталин! Йо-й-я-бь, я-бь, я-бь! Всех туда-туда! Ставь, как Сталин! Великая Советская Империя! Да-да-да-да! Ставь, как Сталин! Империя Счастливого Труда! Ставь, как Сталин! Э-ра! 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 Построились машины, машины, машины! Отсюда все! Нахрен! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Просто еще должен быть Андрей Козловский, но у него прорвано отопление, и он борется с форс-мажорными обстоятельствами из-за всей мочи. Поэтому Юлия Бедрохнецкая, она, конечно, очень единственная, по-моему, из нас всех, которая с Галичем была знакома, будучи маленькой. Ребята, давайте мы все, дворец Мигулечка, позовем Деда Мороза, Сергея Рыженко, чтобы он вернулся и спел еще пару песен. Дедушка, давайте Сергей, я, Дедушка, Сергей, Сергей, он здесь. Редко это все поется, я вообще на скрипчике играю. Такая песня была тоже, все в те годы написано было еще, до 85-го года. Везде говорилось, такая, помните, фильм был замечательный, «Пять вечеров». И там последняя фраза Гурченко говорит, «Есть бы не было войны». «Есть бы не было войны». Чувствуете, да, как все так, опять же, все про то же. Я с работы прихожу, телевизор погрежу, и такое узнаю, что себе я говорю. «Откажусь я от жены, откажусь я от жены, откажусь я от жены». Лишь бы не было войны, я готов совсем не спать, я готов поголодать. Откажусь от личины, лишь бы не было войны. Нет, 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 нет. Секрет открыт, мы решили бросить пить, Чтоб под мирным небом жить, Не бросайся ли бить? Война нам не нужна! Война нам не нужна! Да мне нужна война! Война нам не нужна, а то есть и спина! Чтоб не грянула война! Да я, чтоб не было войны, Сниму последние штаты, Ты со мной снимай штаты, Лишь бы не было войны. Каждый вместе с нами в бой, Дружно вместе с нами в бой, Но на все согласны мы, Лишь бы не было войны. Нет-нет-нет! Нет-нет-нет! Мир победит войну! Империалисты всех стран! Разоружайтесь! Нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет А я-то вообще себя считаю очень крутой, потому что там 30 песен на этом двойнике, а 31-ая моя авторская. То есть 30 песен Галича, я и так-то хвостунья надлая была, а после того, как я это увидела, я полностью не музыкальный человек, но когда я это увидела, я вообще обалдела и стала уже хвастаться на пропалую. Она написала ему песню, мне она нравится, никогда в жизни ее никогда не слышала, но она Галичевская песня, конечно. Ни женой твоей, ни любовницей, я б хотела быть домработницей, приносить обед, уносить обед и спасать тебя от сто тысяч бед. Вот капуста вам сама делала, да не тычьте вы в пирог окурочком, одна пришла с лица белая, а они со мной все как с дурочкой. Ты прости меня, дуру старую, за тобой пройду, я весь белый свет, но слыхала я, что с гитарой в КГБ ведут, а обратно нет. Почему мне не захлопал ни один чувак? Пожалуйста, немножко испугали. Я помню, разговоры шли. В доме идут разговоры о том, что случилось, про эту свадьбу, вы знаете, да, все про свадьбу этого товарища Полянского, на которой жить, ну, не надо рассказывать, да? Ну, не пришел, не пришел Высоцкий, поставили Галича, женился Иван Духович, тогда молодой парень, актер, и Полянский сказал, что это такое, это человек до сих пор на свободе, и Галича просто немедленно уничтожили. И стал не на что жить. И в Москве была создана какая-то касса, и в Питере была создана какая-то касса, то есть какие-то врачи зубные, какие-то физики, какие-то адвокаты. И вот мы с мамой, и мне там в 7 лет, в каком-то городе, я не помню, но маленькая, и она меня таскает за ручку, мы по всему городу, у нее такой списочек, мы ездим по этим людям, и они нам подают какие-то денежки, но ездим мы по какой-то очень бедной какой-то тусовке, нам подают 5-рублевки, 10-рублевки. Вот Людмила Штерн говорит, блин, ну не копейки, но все равно завтра буду одалживать, значит, одолжу на 20-ку больше, и дают нам 20-ку. Следующее воспоминание. А потом, воспоминание, на дворе стоит 87-й год, а, и потом у меня был диплом по Галичу, по Кадишу Галичу, это был 84-й год, и я написала, что это, я же художник театральный, мне не нужно было пьесу предъявлять, мне нужно было липретто написать, я написала литературно-художественная композиция по пьесе Поменко «Король-Матюш» и поэме Александра Гинсбурга «Кадиш». Какой Гинсбург? Кто такой Александр? Никто не знал никакого Гинсбурга, все шикарно прошло в сторону. Я кусочки на своей дипломной речи, я кусочки зачитывала, в результате поэмы в 84-м году все отлично проканала по незнанию. Вот, и потом наступил 87-й год, и я помню, я в Москве жила, я в мой пол на студии Горького, там, в костюмерной, и работает радио, в точках. По радиоточке вдруг говорят, пионерская зорька, пишут нам ребята, пионеры из города, не помню какого, дорогая редакция, ужасно хотелось узнать бы побольше, о творчестве Александра Аркадьевича Галича, что-нибудь послушать, вообще разузнать. Ну что ж, пионеры там из Кировограда, вот мы расскажем вам сегодня. И дальше включается песня «Когда я вернусь». Я очень хорошо помню, как я в тот момент бросаю швабру, и бегу в группу, где стоит телефонный аппарат, набираю свою любимую подругу, которая там стоит, как засадится, Юлю Устинову, и говорит ей, Юля, у нас в стране что-то происходит, я тебе клянусь, ты мне не поверишь, включай радио, по пионерской зорьке передаю Галичу. Вот, может это был комсомольский какой-нибудь вестник, не знаю, по-моему, пионерская зорька. И вот, а дальше начинается такое, бум, прошло 20 лет, и вот я в телевизоре вижу, ну вот мы-то люди Флинта, а идет госконцерт в памяти Галича на Первом канале, не знаю, и там, например, выходит шмур. Вообще, сын там двух инженеров, лентильский мальчик, который, наверное, как Галича знал, но он дожил до момента, когда ему похрен этот Галич, и он, как вот Людмила Сыкина, выходил петь о любви к родине и правительству, она говорила, сейчас я вот про родину отпоюсь, а потом мы поедем куда-нибудь вместе, и я вам буду петь то, что я люблю, русские романсы. И вот на моих глазах выходит шнур, и ему положено отпет Сапогаличу на госконцерте. Вот такое было ощущение, насколько он тупо отбарабанил, не входя, ну, разговор о погоне ресторана, потрясающую песню, он ее отпел. Но основных, ну, много выходит актеров, и актеры все берут веселые песни его, смешные. Но вообще актеры, конечно, там победили. Безусловно, да, ужасно поет Градский с каким-то немыслимым пафосом, мрачную песню «Облака». Актеры там выступили здорово, особенно бабы выступили здорово. Катерина Кусева прекрасно спела, Тонечку, потрясающая, неведомая мне доселе Полина Конкина спела совершенно мужскую песню еще раз о черте. То есть потом вышел человек, который спел песню «Уходящий дом», из которой он выкинул последний куплет, ради которого писалась песня. То есть получилось, что человек расплотился и чистый ушел. Он выкинул куплет «Не зови меня, отчий дом», а, да, и «Не зови меня, отчий дом», точка. Я не поверила своим ушам, потому что, вы помните, да, там, «Не зови меня, отчий дом», «Не зови, я и так приду». Но дальше я опять простила этот концерт, потому что актер, фамилию которого сложную, какую-то катарскую, азиатскую, я забыла, потрясающе прочел, я выбираю свободу. Потом вышла Камбурова, про который всегда сначала думаешь, боже мой, какая гадость, мерзость. А дальше ты начинаешь плакать, и у тебя мурашки идут. Она сделала русские плачи. Она, конечно, качественная старая шаманка. Она сделала. И там, вот, в общем, мне это все в итоге, я сказала, я все время думала, а что бы сказал, вот этот концерт Галичу, почему-то я уверена, он бы ему понравится. А что бы сказал Галич про тот концерт? Наверное, что-то бы ему нравилось, что-то не, я думаю, такая была бы реакция. В общем, мы тоже до того момента, и у меня было, моя, это, мое выступление так продумано, что в конце будет такой пост и прииграв, я скажу, не возвращайтесь в Варшаву, в англорчик вам будет. Нечего делать в этой Варшаве, но я это отменяю. Я думаю, что вот этот негативный пафос не нужен, и хотя в зал, конечно же, заполнен, но это может быть еще и место, потому что это Сахаровский центр. Здесь сидят люди старшего возраста, да, и сами мы люди старшего возраста. И люди Каврики, это люди от 40 до 60 примерно, да? Средний возраст людей Каврики, ну, не знаю, совсем есть молодые, да? Я все равно верю в то, что он на самом деле возвращается и к молодым. И вот у нас в Питере идет совершенно потрясающий спектакль про хвоста, он называется «Квартира». Это инсценировка Ромы Смирнова, она очень просто написана. Ну, герои говорят не слово от себя, они говорят словами из писем и дневников. По-моему, очень легко сделать такую же пьесу по песням Галича. Берутся письма, дневники, это связки. И актеры, это такой материал для актеров. Галич правильно сказал Каврики, что песни Галича – это маленькие пьесы. И он, и просто потрясающе, я думала, что Москва просто должна когда-нибудь, ну, я выкидываю в воздух эти слова, что появится такого рода спектакль, это вот как наш питерский «Квартирник о хвосте», и появится такой спектакль. Кто-то допрет, что это просто непочатый край, это сокровищница сделала для актеров, и сделала такой спектакль. А мне осталось только спеть вам песню, песню моего любимого Галича, которую очень трудно петь, но я ее попробую спеть. А капелла на диске. На диске у нее совершенно… Я пыталась ее сама спеть на диске, но Наска был совсем сильный. А вы не снимаете фотографии? Нельзя на фотографии есть? Ну, давайте, ребята, все уберутся, аппараты, ну, прорыв. Я просто буду посреди песни останавливаться, ну, психосом, психосом. Девочка, вы куда-то спрячетесь, а то я теперь на вас нежно смотрю. Раз, вы не послушны, вы не послушны, я же умоляла меня, нефотография. Хорошая девочка Лида на улице. Хорошо. Вот, и просто вот тут есть… Тут про батюшкова в эпиграфе. И здесь он не перебирается с эпиграфами, в отличие от меня. Я считаю, что есть постмодернизм, перекличка, да, есть плагиат. Они отличаются друг от друга только одним. В постмодернизме все цитаты выносятся в эпиграф. Если надо сделать 8 эпиграфов, потому что у тебя 8 цитат, пусть будет 8 эпиграфов. И тогда это перекличка, постмодернизм. А если без этого, то… Но вот у Галича тут длинный эпиграф, и все равно он не вставил мандельштама. И батюшку во мне противно спесь, который час его спросили здесь. И он ответил в любопытном. Вечность. А у Галича и эпиграф странная ночь. Ни то снег, ни то дождь. Все развезло. Человек идет пьяненький. Пормочет какие-то странные слова, вспоминает стихи, строчки из писем. А чаще всего вспоминает такую строчку из письма Пушкина, брата и любви. Пишут мне, что батюшку помешался, выяснельзя. На нашем потрясающем диске, который вы непременно купите. Правильно? Да. Ну да, вы мне бы показали. Вы, пожалуйста, там ее потрясающий парень Шамкарев, а я еще вторых переграф, а тут Шамкарева нету. Ну так, здесь еще данный дайпм, который мы сделали. Там есть столик, он на нем бежит. И, кстати, авторы и исполнители, присутствующие здесь, которые мне тоже над дайкаповским злобярят. Дай пищем. Потому что не я заеду. Да, не я заеду.